Несколько разочарован я в этой всей смартфонизации, которую сам же и накупил, да? Как бы последние пару лет... Вернее, так надо рассказывать. Я пользуюсь кнопочным телефоном с тех пор, как Nokia умерла. Где-то с 2012 году у меня заглючила Nokia, а поскольку Nokia навернулась тогда, пришлось покупать кнопочный Philips Xenium. А Philips Xenium, кнопочный, он вообще целый месяц работает без зарядки, да? То есть, такой смартфон с фонарём, правда, там фонарь сдох сразу на вторую же неделю. Но во всём остальном он работал. Он имел прекрасный звук по сравнению с Nokia, которые стали индийскими, да, вот этими, где динамик только задний. Он имел прекрасный звук, вот. И вообще прекрасно работал, но, конечно, три недели он не работал у меня. Где-то две с половиной без зарядки. Один раз заряжаешь, да, от компьютера просто его заряжал, наверное, две с половиной недели и всё. А зарядку я сразу потерял. Я за две с половиной недели терялся на зарядку. И не знал, где она потом находится. Вот так и дела. Возвращаемся, короче, к сути, да? Купил я как-то, мне кажется, да, по приколу просто, поприкалываться. Самый дешёвый смартфон просто. За 1960 рублей я купил, да, какой-то там Fly, да, и ходил с ним. Оказывалось, ничего, можно пользоваться, да? Можно пользоваться, да, вообще. Блин, или дигму, я уже не помню, короче, говно. Один оказался говном, программный, да, с закладками, да, там, вирус какие-то вырезали постоянно. Просто из коробки были сделаны, неудаляемые, системные, да, там, нафигачили паршивку вирусов. Это, ладно. Вот. Ну, Fly пользовался, да, и решил вот обновить потом до Lenovo, до вот этой. Lenovo чуть получше, несмотря на то, что характеристика разрешения камеры похуже. Сама камера получше, и кодер не виснет, да, там, не дропает кадры. Вот. Суть-то вот в чём, что смартфоны эти, они воруют ваше время, да, полнейшее, да, полностью, да. Я вот, когда ходил с кнопочкой звонил, когда я смотрел вокруг, слушал разговоры, кто о чём говорит, кто-то чё там подвекывает, подвивает, чё-чё говорят. Все в подробностях, всех подряд слушал, да, то есть. А когда со смартфоном выхожу, я думаю, то ли мне книгу почитать, то ли мне интернет включить, почитать, чём там пишут ВКонтакте, да, и пишут ли вообще мне. Вот. То ли YouTube посмотреть, я думаю, какого-то интернета много появилось, вообще пиздец. То есть сейчас безлимитный опять этот интернет, то есть. В Beeline можно строить, в Beeline можно любой тариф выбрать интернет, сколько хочешь гигабайт. Но там потребуется от 200 рублей платить до 400, да. И, по-моему, до 2000 вообще за крутые тарифы с гигабайта, да. И потом выбираешь просто себе, да, не продлевать услуги связи. Есть кнопка в приложении Beeline или в офисе можно сделать запрет на подключение пакетов дополнительно, да. То есть по дефолту тебе по 50 мегабайт, дальше за 50 рублей будет пакет подключаться, если трафик будет превышать. А если ты запрет сделаешь, то у тебя будет 64 килобита и всё. Безлимита, классический мобильный безлимит, 64 килобит, к которому я привык, к которому я привык, который мне очень нравится. И нравился всегда, да. Ну и теперь как-то я и недоволен в результате. Потому что в Beeline официальный тариф за 400 рублей только интернет, да, они официальные за 200, но там полтора гига дают, это вообще на месяц мало, я больше потребляю. А тут дают 5, но за 400, да, и что, звонки какие-то, минуты. Всё это мне не особо-то надо, да, я такой, да, диковатый человек, мне это не надо. Я разочарован, потому что я думаю постоянно, то ли мне книжку почитать, то ли интернет посмотреть. То есть постоянно залипаю в смартфоне, перестал слушать, что там люди по краям говорят. Вякают что-то, ну и хуй с ними, тем говорю, да, пизду идут, пусть там вякают, что-то. Кочи вот так вот, разочарован, сколько это времени есть, то есть пока откроешь, сам закроешь. В автобусе я не думаю, что в окно посмотреть или книжку почитать. Мне интересно и в окно посмотреть, но книжку почитать, вроде разочарован потом. Херня написана. Вроде вот в окно смотрите, но надо по интернету посмотреть, что там. Может там что-то интересное. Хотя по факту включаешь интернет, там нихера интересного нету, да. Может пару человек вконтакте только напишет. А наконтакте вообще лень отвечать, потому что книжку надо читать, да. Такая-то билиберда, в общем, происходит. Времени отжимает этот смартфон дофига просто у меня. Думаешь, что делать, как планировать, да. Я думаю даже в будущих месяцах включить просто этот интернет и пользоваться как раньше, да. Потому что это невозможно. В месяц 400 рублей. И от копейки это как один поход в магазин на самом деле. Это херня, в общем-то. А с другой стороны, если взглянуть, то в год-то 5000. В год-то 5000, и ты этими услугами практически не поймешь. То есть ты 30% только интернета потребляешь, и по 10-20% остальной хрени, да. Потому что там дают 300 смс и 200 неотнимаемых минут, да. На этом тарифе, на самом дешевом, все за 400, да. Вот самый дешевый тариф для московского региона. А в других регионах есть тариф дешевле. Есть все за 150. Он называется всешечка. Вот на этой всешечке, если была всешечка, я бы на нее переключился. Потому что это мне все-таки дороговато считается, да. В год по 5000 давать. То есть, а в десятилетии это 50 тысяч. Это пиздец, да. 50 тысяч, у него нихуя улетает, да. Это как пиво второе, как пиво или как курение, что-то такое, да. Вот это вот. Никуда улетает, да. Не особо надо, в общем-то. Можно жить, это излишество. Можно жить без этого и радоваться, в общем-то, жизни. Вот закату красивому, который заканчивается, к сожалению, закат. Ну, как будет дешевый тариф, я надеюсь, что все-таки они перестанут жанничать Билайн, да. И всешечку сделают для Москвы и московского региона хотя бы. Ну и для московского региона хотя бы. И в Москве редко бывает по херу, там что интернета не будет. Вот, я согласен на всешечку перейти, да. На всешечку, да, где-то 150 платить. Ну хорошо, на 200. Нет, за 250 есть, можно к тарифу, где нет абонентской платы, подключить пакеты. Один гигабайт, это полтора гига интернета, да. И будет так как всешечка, но без оплаченных звонков и смс. Это не шибко, интересно, это дороже, да. Всешечка дешевле чуть-чуть. Но будет прям то же самое, будет 8 рублей в сутки, 250 в месяц. В квартал тысячи, а в год три тысячи. Это уже подходит, это имеет смысл такое подключать, да. Потому что вот это, это дорого, да. Это дорого и не потребляю, да, нихуя, да. Может имеется смысл вернуться, кстати, к этому. Как раньше было, ноль сомнений и пакет полтора гига, да, и похеру, да. Ноль сомнений и полтора гига. Вот, и тогда будет все у меня хорошо, тащим-то, да, но... Конечно, когда 600... Кажется, 4 кг бита, да, классический вот этот вот интернет, это, конечно, жуть. Жуть, да, я поэтому не хочу, на всякий случай. Я чуть больше потребляю, чем полтора гига, я не хочу пока так делать. Но суть-то вот не в этом, а в росте времени. Не рекомендую, да. То есть времени и так мало, да, в дне, да. А тут еще больше уходит, ничего вообще не успеваешь с этим смартфоном, постоянно не глядишь. Такая вот для меня залипайка, да. Постоянно хочется смотреть смартфон в любой ситуации, непонятной, смотри смартфон. Нифига мне это не нравится. У меня это не устраивает почему-то, не хочу так жить. Не знаю, что делать, отключать интернет или нет, но то, что это в росту времени гигантское, это несомненно. Тушите, господа, свет. Хотя он потушен, давайте включим вот раз. Включайте свет, господа. Выключайте смартфон.